Сергей Жоголь 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 Водрузив на нос очки, Дудукин прочитал статейку о расстреле Михайловича, сербский военный деятель, возглавивший югославскую монархистскую организацию в годы Второй мировой войны, и его сподвижников в Югославии, и что-то еще про успехи тружеников страны в сельском хозяйстве и их новаторских методах по выращиванию сахарной свеклы. Когда глаза устали, Дудукин снял очки, отложил газету, и отчего-то вдруг принялся вспоминать прошлое. До революции здесь был обыкновенный базар. Площадь называлась Сенной, потому что здесь торговали углем, дровами и сеном. Днем тут всегда было многолюдно и суетно, а к вечеру площадь преображалась и скорее напоминала вытоптанный захламленный пустырь. В 20-м здесь высадили деревья, а спустя три года это место стали именовать площадью жертв революции. В послевоенные годы площадь преобразилась, деревья разрослись, а газоны в жаркое летнее время покрывались пышной и сочной зеленью. Однако Семен Семенович любил это место вовсе не потому, что его как-то особо привлекали чистый воздух и восхитительные местные ландшафты. Он любил прогуливаться в этом сквере в первую очередь не потому, что тот находился в пяти минутах ходьбы от его дома, а из-за того, что Семен Семенович считал свое присутствие здесь своеобразной данью памяти погибшим героям. Ведь именно здесь, в годы гражданской, вояки-батьки Балаховича проводили массовые казни большевиков. С.Н. Балахович – военный и политический деятель времен Гражданской войны. А Семен Семенович вполне заслуженно считал себя настоящим революционером-ленинцем. Он родился в 78-м в крестьянской семье в маленькой деревеньке под Псковом. В 17-м покинул родные места и без колебания вступил в рабочую крестьянскую Красную Армию, но повоевал недолго и после ранения поселился в Пскове. Здесь он долгое время проработал технологом на швейной фабрике «Славянка». Здесь же пережил и немецкую оккупацию. Здесь, в 18-м, Семен Семенович встретил Варвару Ивановну Елисееву, единственную свою любовь. Спустя три месяца они поженились. Брак Семена Семеновича с Варварой Ивановной можно было бы назвать удачным, вот только он не принес обоим особого счастья. Они и прожили душа в душу почти четверть века, но так и не заимели детей. И Варвара, и сам Семен Семенович предполагали, что виной тому была его старая рана в живот, полученная им в гражданскую. Но в семье это не обсуждалось. Накануне захвата города гитлеровцами Дудукин отправил Вареньку к родственникам в Ленинград, а сам остался в городе. В 43-м Варвара Ивановна вместе со своей младшей сестрой и всем ее семейством погибла при очередной бомбежке города на Неве. В очередной раз, отогнав грустные воспоминания и смахнув со щеки скупую мужскую слезу, Семен Семенович огляделся. Сегодня на площади было немноголюдно. Неподалеку, в тени разросшегося клёна, две молоденькие дамочки в ситцевых платьях и кружевных шляпках о чем-то увлеченно болтали, совсем не замечая того, что один из их детишек, толстенький карапуз лет четырех, рвет с газона траву и пытается накормить ей другого малыша, помладше, сидящего в коляске. Напротив беспечных мамаш и их детей, тоже на лавочке, сидели очкастый парень в мешковатом костюме и хрупкая девушка в плессированной юбке в горошек. Молодые люди тоже о чем-то оживленно говорили, пили лимонад, не отрывая друг от друга глаз. Возросшимся кустом сирени у лотка с мороженым сидела на раздвижном стульчике довольно толстая продавщица и клевала носом. Вдалеке у фонтана пожилая парочка кормила голубей. Семен Семенович собрался уже было возвращаться домой, как вдруг его внимание привлек мужчина в милицейской форме, который быстрым, уверенным шагом шел по дорожке от фонтана в его сторону. Синий китель и фуражка с бирюзовым околышем — почти новые яловые сапоги. Дудукин рассматривал идущего с почтением и легкой завистью. Среднего роста, подтянут, уверенная походка. Семен Семенович водрузил на нос лежавшие на газете очки и смог чуть лучше рассмотреть мужчину в форме и тут же обомлел. Этого же не может быть. Семен Семенович сорвал очки, протер их платком и снова надел. Теперь у него уже не было сомнений. Он узнал этого человека. Семен Семенович схватил лежащую рядом самшитовую трость и бросился на перерез идущему. Тот, увидав старика, немного замедлил ход, когда разъяренный и немного запыхавшийся от бега Семен Семенович попытался треснуть милиционера тростью. Тот ловко увернулся. Дудукин замахнулся снова, но мужчина перехватил руку старика. Вырвал у него трость и отбросил ее в кусты. Поняв, что самостоятельно победить в этой схватке он не сможет, Дудукин схватил милиционера за китель и заорал, что есть мочи. — Граждане, держите его! Держите этого мерзавца! Это же крестовский душегуб! Это же он! Он, проклятый палач! Убийца! — Успокойтесь! Успокойтесь же! Процедил сквозь зубы милиционер и попытался оторвать вцепившегося в него, как клещ, старика. Вы меня с кем-то спутали? Крики старика Дудукина лишь ненадолго привлекли внимание окружающих. Молодые мамаши прервали свою беседу и в тот же момент увидели, чем занимаются их ненаглядные чада. Мамаши тут же принялись орать, выковыривать изо рта сидевшего в коляске ребенка траву. До этого момента малыш казался вполне довольным, но ощутив внезапную материнскую заботу, тут же разревелся. Молодые люди, сидевшие напротив раскричавшихся женщин и их детей, бросили лишь беглый взгляд на Дудукина и его неприятеля и стали смотреть на так внезапно переполошившихся женщин и их детей. Тучная продавщица мороженого словно очнулась ото сна и энергично принялась пересчитывать свой слегка подтаявший на солнышке товар. Старичок и старушка, стоявшие у фонтана, продолжали кормить голубей. Криков Дудукина и перепуганных женщин они, скорее всего, просто не услышали. Дудукин же все еще голосил, и с поразительной для его размеров и возраста силой продолжал держать своего противника. Не на шутку встревоженный милиционер тщетно пытался оторваться и успокоить старика, уверяя, что не знает никакого душегуба. Когда милиционеру все же удалось оторвать от своего кителя одну руку Дудукина, тот вдруг пошатнулся и ослабил хватку. Пальцы старика разжались сами собой, он побелел, отшатнулся и стал медленно оседать на землю. Когда Семен Семенович упал на колени, его лицо исказило гримаса боли. Теперь он уже не кричал, он шептал. «Да как же так? Люди! Держите его! Держите же этого мерзавца! Ведь это...» Не договорив, Семен Семенович упал лицом вниз, а его недавний противник тут же опустил голову вниз, и, не оглядываясь, поспешно покинул место разыгравшейся трагедии. Продолжение следует... Продолжение следует...